В эфире криминальные новости. Это проект Зона Х. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. Двое детей погибли на пожаре в Ляховичском районе, пока мама была на работе на ферме. Мальчик 4-х лет и девочка семьи остались дома одни. Обижать мужчин не рекомендуется, ведь всю горечь обиды могут прочувствовать совершенно посторонние люди. И школьник курьера наркомагазина задержан с поличным парню всего 14 лет, но отвечать он будет как взрослый. Двое детей погибли на пожаре в Ляховичском районе. Трагедия произошла этим утром в деревне Своятищи. Тела 4-летнего мальчика и 7-летней девочки спасатели обнаружили во время ликвидации. Огонь практически уничтожил всю частную постройку. Причину возгорания, а также другие обстоятельства ЧП установит следственная проверка. Предварительно установлено, что мать находилась на работе на ферме, а дети были дома одни. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего и причина возникновения пожара будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Работники МЧС оперативно прибыли к месту вызова и выяснили, что он был полностью охвачен огнем. При проведении разведки на пожаре обнаружены тела двоих детей, мальчика и девочки. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие имущества. Причину случившегося установят специалисты. И продолжим. О чрезвычайных ситуациях в работе спасателей расскажет Виктория Радевич. Смертельное пламя накануне разыгралось в Гомельском регионе, если точнее в Октябрьском районе. К приезду пожарных расчетов огонь полностью охватил жилой дом. В одной из комнат на полу под сгоревшими обломками спасатели нашли тело хозяйки. Женщине было 52 года. В МЧС рассматривают версии «неосторожное курение» и «неправильное использование печи». Пожар накануне случился в Дятловском районе. В частном доме с разрешения хозяина некоторое время жила 34-летняя женщина. Растопив печь, она почувствовала запах гари, вышла на улицу и заметила, как горит дымоход. Разгол стихии заметили и соседи, они вызвали МЧС. Огонь успел повредить крышу и перекрытие. В спасательной службе предположили, что пожар спровоцировало загорание сажи. А это последствия пожара под Смолевичами, где накануне горел дачный дом. Обошлось без пострадавших. Крыша полностью сгорела, стены и домашние имущества повреждены. По предварительной информации спасателей, в доме неправильно использовалась печь. Начало холодов и первые жертвы тонкого льда. Под Быховом в воде оборвалась жизнь 35-летнего мужчины из райцентра. Его бездыханное тело на сушу вытащили водолазы МЧС. О том, что в озере Масловичи, недалеко от деревни Воронино, утонул человек. На спецлинию 101 сообщили очевидцы. Приезда спасателей ждал знакомый погибшего. Они вместе приехали туда отдохнуть. Мужчина рассказал, что сам был в машине, когда его приятель решил проверить лед на прочность для рыбалки. А когда вернулся к озеру, заметил на расстоянии 8 метров только полынью. Друга в поле зрения уже не было. Тот провалился в воду. Бригаде скорой помощи оставалось констатировать смерть мужчины. Выдавал себя вовсе не за того, кем являются, прикрывшись чужой аватаркой. СК возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Минского района. Он обвиняется в педофилии. Жертвой мужчины стала школьница из Минска. Они познакомились ВКонтакте летом. Фигурант написал девочке, показав, что ему 25 лет. Юная виртуальная собеседница тоже скрыла реальный возраст и прибавила к своим 13 еще 2 года. Со временем перешли на взрослые откровенные темы. Обвиняемый прислал свои личные фото, а узнав, что новая знакомая еще не вступала в интимную связь, стал делиться своим опытом и настойчиво предлагал личную встречу, чтобы совратить девочку. Испугавшись такого навязчивого друга, ребенок сообщил о переписке маме. Женщина незамедлительно обратилась в милицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили мужчину. Им оказался 37-летний житель Минского района. Фигурант во всем сознался и даже рассказал, что за встречу предлагал подростку денежные средства в размере 200 рублей. Обижать мужчин не рекомендуется, ведь всю горечь и обиды могут прочувствовать совершенно посторонние люди. В Пинске, например, крайним в истории стал таксист. Его машину разбил обиженный на двух девушек нетрезвый мужчина. Дерзкого кавалера по горячим следам задержала милиция. Мужчина признал свою вину, пояснив, что был сильно пьян. Как он будет возмещать ущерб водителю такси, а это около 2000 рублей, не сообщается. Установлено, что мужчина, находясь на одном из остановочных пунктов общественного транспорта, увидел двух девушек, которым предложил заказать такси до дома. За время ожидания водителя девушки уехали на общественном транспорте. Возмущенный пинчанин, увидев заказанное транспортное средство, залез на капот автомобиля, после чего нанес несколько ударов ногой по лобовому и заднему стеклам, а также крышке багажника, о чем было сообщено в милицию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достали 96 коробок сыра итальянской торговой марки. Сообщается, что через границу товар везли путем дробления. На сопредельной стороне сыр раздавали мелкими партиями, якобы для личного пользования. Общая стоимость деликатеса 100 тысяч рублей. Кстати, установлен и организатор схемы. Это 39-летний наш соотечественник. В рамках КААП продукцию арестуют, а сам мужчина заплатит штраф почти 800 рублей. Хотя на самом деле минус для него гораздо больше. Судьба этих деликатесов также под вопросом. Икра и красная рыба сомнительного производства могла попасть на праздничные столы и россиян, и белорусов. Российская полиция нашла на складе в Приморье большую партию морепродуктов без маркировки. Задержаны двое местных жителей. Предварительно установлено, что дельцы вылавливали рыбу лососевых пород во время нереста. Тушки, извлеченную из них икру, перерабатывали и продавали. Местных предпринимателей полицейские задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Путина-2023». Обнаружены склады, в которых хранилось свыше 39 тонн кета и более 500 килограммов икры, рыб, лососевых пород. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 миллионов рублей. Это программа «Зона Икс». Мы продолжаем наш выпуск. Школьник-курьер наркомагазина задержан с поличным. Парню всего 14 лет и он ученик 9 класса Минской школы. Объявление я нашел в группе в Телеграме. Нужно было поднять вес, расфасовать. Если он уже фасованный, то сделать адресан, раскинуть по деревьям, там куда-нибудь. И сделать фотографии с координатами, и скинуть куратору. Платить одна такая штука 10 рублей. В руки оперативников наркоконтроля парень попался в лесу, где он забрал мастер-клад с психотропом. При нем было обнаружено около 200 граммов мефедрона и предметы для фасовки. Задержанный успел поработать наркозакладчиком два месяца. На данный момент возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ответственность под данной статье наступает с 14 лет, и школьнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Уважаемые родители, взрослые в социальных сетях активно вовлекают подростков в распространение наркотиков, заманивая легким заработком. Поиск идет среди школьников и учащихся, тех, кто хочет быстро разбогатеть. Обращайте внимание на круг общения своих детей в сети. Их интересы, посещаемые сайты, установленное приложение, появление денег неизвестного происхождения, банковских карт, гаджетов и дорогих покупок должно насторожить. Если есть подозрение, что вас ребенок втянут в противоправную деятельность, поговорите с ним откровенно. При необходимости обратитесь в милицию. Внимательное отношение к жизни подростков поможет уберечь их от беды. Под колесами поезда в Минске погиб мужчина. 66-летний житель столицы находился на перроне станции Степянка. В какой-то момент пенсионер оступился и упал на рельсы перед приближающимся поездом. Подняться мужчина не успел, он погиб мгновенно под колесами пассажирского состава. По факту гибели, Минский отдел внутренних дел на транспорте ведет проверку. И продолжаем эфир обзор дорожных новостей у Владимира Королева. 13-летний школьник пострадал в Рассонском районе. На закруглении трассы Лепель-Полоцк, граница России, водитель Ауди не справилась с управлением. Автомобиль съехал в Кювет. Подростка с травмами доставили в городскую больницу Голоцка для обследования. Маневр при перестроении привел к аварии на проспекте независимости в Минске. Этим утром там столкнулись две БМВ. От удара один из автомобилей налетел на Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал. Не заметил остановившийся грузовик. Шкода протаранила МАН в Минске. ДТП произошло на улице Радиальная. В аварии пострадал 66-летний пассажир седана. Его доставили в больницу на обследование. Еще одно ДТП в столице. Вечером там образовался паровоз из легковых авто. Несоблюдение безопасной дистанции привело к аварии с участием трех машин на улице Бабушкина. В аварии пострадавших нет. После наезда оказалась в травматологии. В жлобе не водитель Volkswagen не заметил пенсионерку на переходе. В результате наезда 66-летняя женщина получила травмы. Ее увезла скорая. А это криминальная классика 90-х. В МВД сообщили о задержании криминального авторитета из Борисова, который собирался организовать вооруженное нападение на предпринимателя из Минска. Спецоперацию провели оперативники ГУБОП при силовой поддержке бойцов СОБРа. Подробностей подготовки преступления пока немного. Известно лишь, что в послужном списке задержанного несколько судимостей за вымогательство и разбои. Теперь в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за разбой, незаконный оборот оружия и хранение наркотиков с целью сбыта. Преступник рассчитывал напасть на работников коммерческой структуры возле одного из столичных банков, когда те привезут выручку. Готовясь к преступлению, он приобрел революер системы Наган, занимался подбором поддельников и собирал информацию в отношении потенциальных жертв о графике их передвижения до банка и реальных денежных суммах, которыми они располагали. Задача особого назначения. Их обычная работа. На земле, под водой, на высоте и под прицелом. Там, где опасно, сложно и не справляются другие подразделения, работает ОМОН. Одному из лучших спецподразделений страны 35 лет. Они не любят громких афиш и высокопарных речей, хотя ежедневно рискуют своей жизнью ради спокойствия и безопасности других. От порядка на улицах до ликвидации незаконных бандформирований, невыполненных задач для них не существует. В конце 88-го года был создан отряд милиции особого назначения. Создание данного подразделения было продиктовано временем. Начинался разгул преступности на улицах белорусских городов. И было принято решение для силовой поддержки, особенно оперативных подразделений уголовного розыска, главного управления по борьбе с организованной преступностью, создать отряд милиции особого назначения. Отбор был очень тщательный. Нет задач, которые они не выполняют. Где тяжело, где не справляются другие подразделения, там работа и тому. От старта до наших дней о реальных спецоперациях в становлении и духе братства мы расскажем и покажем тот самый ОМОН. Фильм «Статус особого назначения» уже есть на YouTube-канале АТН. Отмечу, что над этим проектом работала отличная команда. Автор – Карина Пашкова, телеоператор – Тимофей Гамзунов и режиссер – Анастасия Мытько. Тимофей Гамзунов Тимофей Гамзунов Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Увидимся завтра на «Беларусь-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин